Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, участники и слушатели нашего вебинара. Я расскажу о принципах исследования материала, полученного методом диссекции в подслизистом слое. В патологоанатомическое отделение материал поступает расколотым на плоскости и залитым достаточным количеством 10% раствора формалина в соотношении 1 к 20, это стандартно. Такая подготовка материала необходима, и выполняется она эндоскопистами сразу после извлечения материала. Нужна она для предотвращения его деформации и безвозвратной утраты необходимой диагностической информации. Фиксируется формалиния несколько часов, опять же, делается это для того, чтобы не возникало проблем с последующим исследованием этого материала с вырезкой. И для того, чтобы эффективно этот материал забрать в работу, необходимо аккуратно открепить от подложки, я рекомендую придерживать латеральный край, куда втыкаются булавки, придерживать этот край и аккуратно при помощи пинцета извлекать булавки для того, чтобы не повредить латеральный край и ни в коем случае не утратить необходимую информацию. Затем подслизистый слой маркируется специальными вышеупомянутыми гистологическими красками. Я рекомендую использовать как минимум два цвета и маркировать центральную часть одним цветом и латеральные края другим контрастным цветом. А также мы можем использовать еще цвета для маркировки минимального расстояния, которые мы можем определить макроскопически от края образования до латерального края. Вот как раз на крайней иллюстрации, показанной красным цветом, выделены те зоны, где расстояние от образования было минимальное. И, конечно же, на этом этапе необходимо выполнить макроописание качественное. Для этого мы можем воспользоваться парижской эндоскопической классификацией. И после этого выполняется выроска материала. Я рекомендую первый разрез производить именно в той области, где мы макроскопически видим минимальное расстояние от края образования. Неважно, это аденома или это инвазивное образование. От края его до латерального края минимальное расстояние определяется макроскопически. Выполняется разрез, и уже относительно него выполняются следующие разрезы. Материал нарезается на полосы шириной не более 3 мм, укладывается в гистологические кассеты на ребро. И точно так же во время заливки материала в парафиновый блок укладывается тоже на ребро. Если необходимо уложить этот материал именно на какое-то конкретное ребро, я рекомендую патологам присутствовать на заливке. Об этом можно договориться со своими лаборантами. И затем мы приступаем к самой интересной части, к микроскопическому исследованию. Наше заключение включает несколько пунктов, и именно по ним мы и пройдемся. Гистологический тип опухоли выставляется в соответствии с современной действующей классификацией. В 2019 году вышло обновление классификации опухоли желудочно-кишечного тракта. Но я не буду отнимать хлеб у следующего докладчика. Коллега осветит все вопросы, связанные с гистологическими типами образований. Затем необходимо обязательно указать распространенность опухоли в соответствии с действующей классификацией ТНМ. Определяется, если мы говорим об инвазивных образованиях, определяется глубина инвазии. Ее можно указывать в микронах или в миллиметрах. Измеряется следующим образом. Мы должны найти мышечную пластинку слизистой оболочки. И от самых нижних ее волокон мы измеряем расстояние до самой глубокой точки инвазии. Можно это сделать при помощи полей зрения под микроскопом. Но для этого обязательно знать диаметр поля зрения своего микроскопа. Потому что у разных моделей они отличаются. Для каждой локализации существуют свои критерии глубины инвазии, которые имеют то значение, которое уже нацеливает на изменение тактики лечения. Более глубокая инвазия опухоли является свидетельством агрессивного поведения и является негативным фактором прогноза. Для пищевода эта глубина составляет 200 микрон, для желудка 500 и для толстой кишки 1000 микрон. За счет того, что у разных людей толщина подслизистого слоя может отличаться, мы используем именно выражение глубины инвазии не в символах SM, а именно в микронах, для того, чтобы избежать путаницы. Для полиповидных образований мы используем классификацию по хагиту. Затем измеряется протяженность инвазивного фронта, также можно указывать ее в микронах и в миллиметрах. Особенно это актуально для рака желудка, так как сочетание этого параметра с другими гистологическими параметрами, такими как дифференцировка опухоли, наличие лимфоваскулярной инвазии, наличие изъязвления, опять же, нацеливает на изменение тактики лечения. Либо пациент находится под наблюдением, либо сформулируются показания к резекции. Лимфоваскулярной инвазии еще один фактор негативного прогноза, мы обязательно его должны оценивать. И в зависимости от глубины инвазии опухоли, вот Олег Борисович уже об этом упомянул, риск лимфоваскулярной инвазии, а соответственно и метастазов регионарной лимфоузлы и дистантной метастазы, он повышается. Ищем мы лимфоваскулярную инвазию в подслизистом слой, в сосудистом сплетении его. И вот на иллюстрации, показанной, мы видим опухолевый эмбол в просвете лимфатического сосуда. Если мы говорим об инвазивных образованиях толстой кишки, то есть еще один параметр, необходимый для оценки. Это тюморбадинг, если по-русски, то это опухолевое почкование. Это отдельные опухолевые клетки или кластеры клеток количеством не более четырех, обнаруживаемые интратуморально и в инвазивном фронте. Еще пять лет назад прошла согласительная конференция в Берне, где были определены критерии бадинга. Есть три его степени – низкая, промежуточная и высокая. И для того, чтобы вы увидели своими глазами и уверовали, как я однажды, покажу вам иллюстрацию из собственного архива. Обратите внимание, вот отдельно лежащая опухолевая клетка, небольшая группа, состоящая из двух клеток. Вот явно видно два ядра. Еще одна группа и вот такая группа. Это все как раз опухолевые бады. И на данной иллюстрации мы видим промежуточную степень – бадинг-2. Также можно при сомнительных случаях использовать иммуногистохимический метод. На иллюстрации показано иммуногистохимическое исследование с цитокератином-20. Как все знают, он позитивен в опухолях толстой кишки в подавляющем большинстве случаев. Тюмор-бадинг является фактором негативного прогноза, является свидетельством агрессивного поведения опухоли. Как я уже упомянула, он ассоциирован с лимфоваскулярной инвазией, повышением риска регионарных и дистантных метастазов. И может использоваться этот параметр не только в стадии 2-й колоректального рака, но и для озлокочувствившихся полипов и для плоских образований. Не срабатывает что-то. Используется этот параметр и для полиповидных образований, и для плоских. Перейдем к следующему пункту. Статус вертикального и латерального краев резекции. Конечно, когда мы имеем дело с негативным краем резекции, писать нам об этом приятно, это легко. Мы указываем минимальное расстояние от опухоли до окрашенного вертикального края. Опять же, можем измерить это расстояние полями зрения от самой глубокой точки инвазии до окрашенного вертикального края. Указывается минимальное расстояние. Точно так же указывается минимальное расстояние от края опухоли до латерального края резекции. Его также можно измерить полями зрения. Если мы сталкиваемся с ситуацией, когда имеем позитивный край или не представляется возможным его оценить, это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, это фрагментация опухоли. Здесь мы действительно ничего не можем сделать. Эти пазлы мы не собираем, как верно заметил Олег Борисович. О перфорации в зоне опухоли уже тоже этот вопрос осветили. В любом случае, если эта перфорация именно в области инвазивной, то мы, конечно, об этом обязаны указать в своем репорте. И тут мы ничего не можем сделать. А вот если произошла неправильная ориентация фрагмента, это может произойти на этапе заливки материала в блок. Вот здесь мы можем ситуацию исправить, и блок можно всегда перезалить. И в качестве резюме ответ на один вопрос. Зачем мы все это делаем? Все очень просто. Мы ищем факторы негативного прогноза, которым помимо гистологического грейда относятся позитивный край резекции, глубокая инвазия опухоли для разных локализаций, она разная, протяженность опухоли имеет значение для рака желудка, лимфоваскулярная инвазия и тюмор-байдинг для рака толстой кишки. Благодарю за внимание.